Здравствуйте! На портале Экзогет.ру с вами Протерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга. Один из наших зрителей задал такой вопрос. Считается ли мужество христианской добродетелью? Если да, то как нужно воспитывать в себе эту добродетель? Действительно, очень часто нам кажется, что героизм и мужество – это общевоинское добродетель или человеческое качество. Но в наставлениях отцов-пустынников мужество действительно входит в число семи добродетелей монахов. По-гречески оно называется Андрея. Этой добродетели противостоит грех, малодушие и уныние. Всякой добродетели противостоит некий порог, грех. И вот мужество – это та сила души, которая прогоняет страх. И отцы-пустынники говорят, мужество дает силу не бояться врагов, ревностно и стойко противостоять угрожающей опасности. Как вы знаете, слово «добродетель» буквально означает не просто какие-то благочестивые поступки или благонравие. Буквально это слово означает «сила». И поэтому грех является противоположностью добродетели. Это не просто какой-то неудачный поступок или что-то неприятное и постыдное. Это прежде всего некий порог, недостаток силы, врожденный или благоприобретенный. Если угодно, это некий вирус, который разрушает в нас положительные силы души, духовные силы человека, и в этом противоположны добродетели. И так есть добродетель мужества, и ей противоположно уныние и малодушие. В Библии есть множество великолепных проявлений мужества. В качестве примера мне хотелось бы привести пророка Даниила. Когда он был ребенком, он вместе с родителями был депортирован в Вавилон. Он там вырос, получил халдейское образование, но не отрекся от веры своих отцов. И, как вы помните, за это он был брошен в яму на растерзании львам. Но именно сила духа и мужества позволяет ему выдержать все испытания. И он отличается такой силой, что он вообще способен переломить духовную атмосферу во всем Вавилонском царстве. И в конце он убеждает царя Кира освободить народ из плена. Поэтому пророк Даниил совершенно потрясающий, величайший образ мужества. Но в связи с этим есть удивительная особенность. В Библии этот пророк назван мужем желаний. Господь обращается к нему трижды, называя его муж желаний. Даниил настолько жаждал Бога и настолько желал, чтобы Слово Божие осуществилось, что в этом была такая сила, которая смогла переломить и изменить окружающую обстановку. Кроме того, пророк Даниил велик тем, что он предсказал близкое пришествие Мессии, который спасет все человечество. Итак, в Ветхом Завете Господь называет пророка Даниила мужем желаний, что можно перевести как драгоценный, особенно дорогой в глазах Бога, но именно тем, что в нем живет эта жажда Бога, жажда божественной правды и силы. В 10 главе есть эпизод, когда Господь посылает ангела в образе человека. Некто, видом как человек, коснулся Даниила и вернул ему силы. И сказал, не бойся, муж желаний, мир тебе, мужайся, мужайся. И когда он говорил со мною, я укрепился и сказал, говори, господин мой, ибо ты укрепил меня. Итак, мужественный человек, прежде всего, это человек желания. Это очень близкие вещи. Если в человеке ослабевает жажда Бога, ослабевает жажда жизни, в нем ослабевает мужество. Он теряет связь с источником духовной силы и мужество иссякает. Но мужество тоже бывает неоднозначным. Бывает внешний героизм. Я не скажу, что это обязательно ложный героизм и поэтому сомнительный. Нет. Но он может быть поверхностным. Это может быть лишь внешнее проявление каких-то качеств. Подлинный добродетель состоит в той силе, которая имеет своими корнями божественную силу в глубине души человека. Добродетель – это та сила, которая позволяет человеку превзойти себя, превзойти свои немощи, свой эгоизм, совершить то, что обычными человеческими силами совершить невозможно. И так это, прежде всего, сила, которая позволяет превзойти самого себя. И, в принципе, Господь, когда сотворил человека, то Он вложил в нас, как некую закваску, как некие семена, начало этой силы. И мы можем видеть, как в детях эта сила проявляется. Иногда дети проявляют потрясающее мужество. Дело в том, что ребенок обычно боится темноты, боится чего-то чужого, враждебного. Но вместе с тем дети очень часто обладают этим мужеством, которое позволяет им совершить прыжок в неизвестность, идти навстречу тому, что их пугает. И очень важно эти семена, эту закваску в себе возделывать, воспитывать. Для того, чтобы потом, когда мы станем взрослыми, это мужество нам позволило выдержать испытания, выстоять, не сдаться, не унывать. Но если это мужество остается только внешним, то запас прочности всегда ограничен. Вы прекрасно знаете, что каждый материал имеет свой запас прочности. Например, металл имеет очень высокий запас прочности, но не бесконечный. В какой-то момент даже у металла наступает усталость. Святой Антоний Великий своим ученикам приводит другой замечательный пример. Если натягивать тетиву лука, все сильнее и сильнее наступит момент, когда она либо порвется, либо сломается лук. Когда мера испытаний превышена, человек может сломаться. И затем это проявляется в виде нервного срыва или каких-то других необратимых болезней. Сколько мужественных, сильных людей обращается за помощью к опытным духовникам или психотерапевтам в состоянии глубокой депрессии. Пример того, что мужество само по себе – это великая сила, но она не безгранична. Она должна подкрепляться той добродетелю, которая в Новом Завете называется греческим словом «агапе». Это такая форма любви, которая способна в глубине преобразить человека. Апостол Павел говорит, «Если отдам тело мое на сожжение» – это предельное проявление мужества, не страшно умереть, а любви не имею, то нет мне в том никакой пользы. Итак, любовь, страх Божий – это те добродетели, которые придают уверенность и спокойствие нам в момент испытаний. И тогда наше мужество обретает совершенно другие качества и другое проявление. И ребенок еще не обладает этой силой, но во взрослом состоянии ее нужно в себе возделывать. Вы прекрасно знаете, что героизм может оказаться ловушкой. Дело в том, что иногда человек стремится быть лучше других, быть выше всех. Именно так его воспитывали в детстве. Не будь таким, как другие быть, выше всех. Но настоящий добродетель – это когда ты стремишься быть выше самого себя. Если ты просто опираешься на свое самолюбие, то легко можешь оказаться в тупике. Превосходить нужно не других, превосходить нужно самого себя. И поэтому мужество требует мудрости. И со временем мы приобретаем эту силу, которая становится нашей верой, внутренней уверенностью в Боге. Особенно посреди обольщений, суеты окружающего мира. И потрясающий пример тому мы находим в жизни преподобного Антония Великого. Он прожил целую жизнь. И в конце он обращается к Богу с горькими словами упрека и одновременно изумления. Он говорит, Господи, где ты был раньше? Почему ты не явился ко мне в самом начале, чтобы положить конец моим страданиям? И в ответ он слышит голос ангела. Я был здесь, рядом с тобой, Антоний, но ждал, чтобы увидеть твою борьбу и твою победу. Итак, мужество, как добродетель, это прежде всего сила Святого Духа, которую Бог дает человеку, чтобы превзойти самого себя. Чтобы по-настоящему человек, будучи образом Бога, превзойдя себя, стал его подобием. То Малое Воскресение, которое святые отцы называют и духовной жизнью. И если совсем кратко ответить на этот вопрос, как воспитывать в себе эту добродетель, прежде всего будьте мужами желания, духовного желания, обращенного к Богу. На портале экзегет.ру с вами был претерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга.